Эта хоккейная площадка была установлена во дворе сразу четырех домов на проспекте Чайковского еще в 80-х годах прошлого века. Почти 30 лет она используется местной ребятнюю как летом, так и зимой. Мы тут играем, проводим время с удовольствием, с радостью, с улыбкой. И нам очень нравится. Летом здесь играют футбол и баскетбол, а зимой в хоккей. Правда, будет ли так и дальше, сейчас не ясно. Городская администрация решила перенести корт в другой двор. Этот корт долгие годы заливала управляющая компания. На халяву это называлось. Ну, когда счетчиков на домах не было, пользовались и заливали. Теперь все изменилось. Если жители хотят и дальше иметь у себя во дворе хоккейную площадку, они должны самостоятельно ее обслуживать. Иными словами, оплачивать заливку из собственного кармана. Заливка – это не просто залил воду. Это холодная вода, это горячая шлифовка, это уборка снега. Это снова шлифовка горячей водой. Расход воды плюс содержание. То есть это должен специальный человек, который снегопад прошел, он должен снег убрать. Таким образом набегает приличная сумма. А как говорят сами жители, помимо их детей, сюда приходят ребята со всего центрального района и даже города. Платить и за них они наотрез отказываются. Почему на один дом бежать? Как объясняют специалисты, корт находится на придомовой территории. А значит и содержать его жители должны сами, как крышу, коммуникации или фасад. Но люди делать этого не собираются. Они считают, что так городская администрация отнимает то, что принадлежит их детям. И это в то время, как по всей стране возводят спортивные комплексы. А сам президент говорит о развитии физической культуры. Если сейчас мы снимем корт, тогда здесь будет стоянка машин. Вне зависимости, будут ли дети играть, не будут ли дети играть. Вот чего нас беспокоит жителей. Сегодня люди отстояли свою площадку. Рабочие были вынуждены прекратить разборку и покинуть двор. Но надолго ли? Городская администрация поставила жителям ультиматум. До 16 декабря они должны решить, будут ли заливать за свой счет или нет. Если они в оговоренное время успеют провести это общее собрание, заручаться поддержкой 50% собственников помещений, корт останется стоять в прежнем месте. Если же этого не произойдет, он будет перемещен в другой двор, где он действительно будет востребован, где он будет нужен людям. Но корт нужен и этим людям. Когда-то они сами играли здесь, а теперь их дети и внуки. Какие бы им условия ни ставили, сотрудники городской администрации, они уже знают, что будут делать. Бороться ради нас и ради наших детей. И курт не смесем. Юлия Ильичева, Виталий Осипов, РЕНТОВА ПИЛОТ. А, ну здесь жители...